Он летел 200, наверное, не знаю. Я назад отскочил, он начался за мной метра два назад. И он его сбил, вот прямо оттуда, вот оттуда долетел. Накануне, незадолго до полуночи, на военно-терамической окраине Екатеринбурга, проще говоря, на Фторчермите, новый гражданин России погиб в поисках ночлега. Под колесами Мерседеса, на котором с диким превышением скорости, под красный сигнал светофора летел совершенно бесправный водитель. У дорожной трагедии была даже некая предыстория. Пара местных мужиков, незнакомых до того, за год решали проблему комендантского часа по части продажи алкоголя и возле магазина встретили того самого, еще живого, 37-летнего уроженца Таджикистана, который, оказалось, в январе этого года стал полноправным гражданином России. Это, правда, никак не решило остальных его проблем, и в тот вечер он искал, где бы переночевать. Мужики знали, как ему помочь, но сначала проявили бдительность и сводили его в опорный пункт полиции, неподалеку на Липустина, чтобы проверить, не злодей ли он какой-нибудь в бегах и в розыске. Только после этого они рассказали ему, что можно вписаться в работный дом в частном секторе по ту сторону Новосибирской, второй и Зенитчиков. Они даже проводили его, но даже до Зенитчиков не дошли. Под Красный на них вылетел двигавшийся в сторону центра «Мерседес» с номерами лицензии на убийство, который его 28-летний пилот взял у кого-то без спроса. Ну а водительских прав у него не было отродясь. Я успел, отбежал пару-два-три шага назад, а его сбило, и вот мы шли вон там, уже зеленый свет горел. И он оказался здесь. Был мужчина, снимал еще на видеокамеру, у меня есть его номер телефона. Он мне все это должен скинуть. Переходили-то на зеленый? Да, конечно. На пересечении улицы 2-я Новосибирская, улица Санаторная в городе Екатеринбурге, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Мерседес», проезжая перекресток, допустил наезд на пешехода, переходящего в проезжую часть. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.